Все сочувствующие СМИ сообщили о том, что во Францию с двухдневным визитом отправился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как сообщают источники, премьер примет участие в повторных похоронах бойца французского движения сопротивления армянского происхождения Мисака Манушана и его жены Мели. Но это только в первый день визита. Завтра Пашинян должен встретиться со своим французским братом Эммануэлем Макроном, с которым договаривался увидеться еще в июле прошлого года. И что немаловажно, главу государства сопровождает министр обороны Армении Сурен Попекян. А важно это потому, что высокий армянский десант отправился на выбивание денег, оружия, гарантий. Это, как говорится, гадалки не ходи. Насколько сильно изменилась ситуация с июля прошлого года и в каких пределах может быть продемонстрирована французская щедрость, остается только догадываться. Однако, как стало известно сегодня из сообщения ТАСС, которые ссылаются на агентство Bloomberg, что касается Украины, то французским властям трудно изыскать средства для финансирования обещанной ей помощи в размере 3 миллиардов евро из-за необходимости сокращения государственных расходов. По их данным, Министерство обороны, иностранных дел и финансов Франции будут вынуждены перераспределить средства и изыскать сбережения для финансирования обещанного Украине пакета помощи в размере 3 миллиардов евро, предназначенного для закупки ракет и артиллерии. Агентство связывает трудности с тем, что 18 февраля правительство понизило прогноз роста ВВП страны на 2024 год, а также заявило, что ему придется сократить расходы на 10 миллиардов евро, чтобы выполнить обязательства по ограничению бюджетного дефицита. По словам одного из собеседников агентства, у правительства нет возможности вносить изменения в бюджет на текущий год для финансирования нового пакета помощи Украине. По мнению другого источника, 400 миллионов евро, которые Франция выделила на финансирование вооруженных сил до 2027 года, не предполагает вариантов для оказания Киеву дополнительной помощи. Отмечается, что депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с ТАС назвал безумием подписание президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое предусматривает выделение Парижем дополнительной военной помощи Киеву сроком на 10 лет. И на этом безумном фоне во Францию примчались армянские попрошайки, вероятно пытаясь успеть к раздаче оставшегося, так и не пригодившегося Украине металлолома. Как те же преснопамятные бастионы. У Макрона еще есть время, чтобы сказаться нездоровым и продемонстрировать признаки амнезии, потому что в противном случае французские депутаты просто не поймут этот аттракцион невиданной щедрости от прагматичного европейца с армянскими корнями.